Продолжим изучение манифеста коммунистической партии. Мы на прошлом занятии, на предыдущем, начали рассмотрение первого раздела буржуа и пролетарии. Ну и, видимо, имеет смысл еще раз сформулировать, кто такие буржуа и кто такие пролетарии, согласно манифесту коммунистической партии. Для того, чтобы сейчас мы с вами продолжим обсуждение этого раздела, мы рассмотрели первую часть этого раздела, где Маркс и Энгельс рассматривают буржуа и их историческое место. А сейчас продолжим, что в современном мире буржуазном обществе представляет собой пролетарии. И поэтому, еще раз, как формулировали Маркс и Энгельс понятие буржуазия и пролетарии. Под буржуазией понимается класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. То есть это собственники средств производства, которые применяют наемный труд. Под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. То есть пролетарии это те, кто не имеет средств производства и для того, чтобы существовать, жить, иметь какие-то средства в существовании, вынуждены продавать свою рабочую силу. То есть в капиталистическом обществе пролетарии, пролетариат выступает так же, как товар. Как товар, поскольку он продает свою рабочую силу. Итак, рассмотрев первую часть этого раздела, характеризующего пролетариат в капиталистическом обществе, перейдем к рассмотрению теперь, как Маркс и Энгельс оценивали пролетариат. Остановились мы на том, что оружие, которым буржуазия не спровергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии. Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть, она породила и людей, которые направят против нее это оружие. То есть современных рабочих пролетариев. Вот так начинает характеристику пролетариата манифест коммунистической партии. В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, то есть капитал, развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу. А находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие вынуждены продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли. А потому в равной мере подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка. Вот как характеризует пролетариат манифест, что рабочие вынуждены продавать себя и поэтому они представляют такой товар, как и всякий другой предмет торговли. И далее в манифесте говорится, рабочий становится простым придатком машины. От него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы. Издержки на рабочего сводятся поэтому почти исключительно к жизненным средствам, необходимым для его содержания и продолжения его рода. То есть то, что буржуазия какие издержки тратит на пролетариев, только для того, чтобы пролетарий мог существовать. Так оценивается взаимоотношение буржуа и пролетариата. То есть далее манифест говорит, они рабы не только класса буржуазии, буржуазного государства, ежедневно и ежечасно порабощает их машина, надсмотрщик и прежде всего сам отдельный буржуа фабрикант. Чем менее искусство и силы требует ручной труд, то есть чем более развивается современная промышленность, тем более мужской труд вытесняется женским и детским. По отношению к рабочему классу различия пола и возраста утрачивают всякое общественное значение. Ну может быть сейчас это как-то не так ярко выражено, но во времена Маркса это конечно было заметно. И далее, когда заканчивается эксплуатация рабочего фабрикантом и рабочий получает наконец наличными свою заработную плату, на него набрасываются другие части буржуазии. Домовладелец, лавочник, ростовщик и тому подобное. То есть постоянно испытывает гнет и эксплуатацию рабочий. Даже не только в процессе производства. Далее манифест говорит следующее. Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. То есть как только пролетариат появился, тут же и возникает и борьба. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности против отдельного буржуа, который их непосредственно эксплуатирует. Вот на этой ступени рабочие образуют рассеянную по всей стране и раздробленную конкуренцией массу. Сплочение рабочих масс пока является еще не следствием их собственного объединения, а лишь следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих собственных политических целей должна и пока еще может приводить в движение весь пролетариат. То есть пока на начальной стадии возникновения пролетариата и вообще капиталистического общества не совсем осознанно пролетариат вступает в борьбу. То есть не совсем осознает то, что сплочение масс должно распространяться дальше, чем на тот завод или фабрику, где они работают. Но далее манифест продолжает. Но с развитием промышленности пролетариат не только возрастает численно, он скопляется в большие массы. Сила его растет и он все более ее ощущает. Возрастающая конкуренция буржуа между собою и вызываемые ею торговые кризисы ведут к тому, что заработная плата рабочих становится все неустойчивее. Все быстрее развивающаяся непрерывное совершенствование машин делает жизненное положение пролетариев все менее обеспеченным. Столкновение между отдельным рабочим и отдельным буржуа все более принимает характер столкновений между двумя классами. То есть по мере развития промышленности и капиталистического общества развивается и столкновение между классами. Это констатирует манифест. Далее. Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь приходящие. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все шире распространяющееся объединение рабочих. То есть и сейчас мы должны прийти к тому, что видимо сопротивление идет. Мы чаще всего замечаем, чему сопротивляется. Не выплате заработной платы, не выплате части какой-то премиальной, борьба за рабочие места. Но пока как бы отдельные предприятия сами по себе как бы бьются. А вот объединение пока между предприятиями пока еще не происходит. То есть это еще видимо все впереди. И манифест говорит, это организация пролетария в класс и тем самым в политическую партию ежеминутно вновь разрушается конкуренция между самими рабочими. Но она возникает снова и снова, становясь каждый раз сильнее, крепче, могущественнее. Она заставляет признать отдельные интересы рабочих в законодательном порядке, используя для этого раздоры между отдельными слоями буржуазии. Прогресс промышленности сталкивает в ряды пролетариата целые слои господствующего класса или по крайней мере ставит под угрозу условия их жизни. Они также приносят пролетариату большое количество элементов образования. То есть как бы манифест констатирует, что сопротивление пролетариата по мере развития средств производства совершенствуется, совершенствуется. И даже вносятся все больше элементы образования, как констатирует манифест. И далее манифест утверждает для нас очень важная мысль, что из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности. И пролетариат же есть ее собственный продукт. То есть как и 170 лет назад, так и сейчас мы, видимо, должны понимать, что для того, чтобы победить буржуазию, сделать это может только пролетариат как действительно революционный класс. Все всякие другие классы или прослойки, они не смогут решить эту проблему. И проблема перехода к социалистическому обществу, обществу без эксплуатации, возможно только через диктатуру пролетариата. Об этом нужно постоянно помнить. И добавляет манифест. Средние сословия, мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин, все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели. Как в средних сословий. Они, следовательно, не революционные, а консервативные. Вот так утверждает манифест. Люмпин пролетариат, этот пассивный продукт гниения самых низших слоев старого общества, местами вовлекается пролетарской революцией и движения. Но в силу всего своего жизненного положения, он гораздо более склонен продавать себя для реакционных козней. А у пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять. Они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность. То есть, еще раз, или может быть даже это первоначальная мысль о том, что при переходе от капитализма к социализму, невозможно сохранить старую государственную машину. Ее нужно разрушить, и пролетариат должен создать свое, свою диктатуру. Поэтому, манифест говорит, все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства. Если не по содержанию, то по форме борьба пролетариата против буржуазии является сначала борьбой национальной. Пролетариат каждой страны, конечно, должен сперва покончить со своей собственной буржуазией. То есть, несмотря на то, что социалистическое общество или социалистическая революция должна, конечно, произойти во всех странах, но начало борьбы пролетариата, конечно, будет осуществлять в своих национальных рамках. А затем уже, видимо, будут развиваться и международные связи. Далее в манифесте говорится, все до ныне существовавшие общества основывались, как мы видели, на антагонизме между классами угнетающими и угнетенными. Но чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспечить условия, при которых он мог бы влачить, по крайней мере, свое рабское существование. Это ясно показывает, что буржуазия не способна оставаться долей господствующим классом общества и навязывать всему обществу условия существования своего класса в качестве регулирующего закона. Она не способна господствовать, потому что не способна обеспечить своему рабу даже арабского уровня существования. Ну и в заключение этого раздела, в манифесте излагается следующая мысль. Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильно ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренций революционное объединение их посредством ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности, из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны. Вот такой мыслью и заключается первый раздел. Я думаю, что мы на этом сегодня остановимся. А второй раздел, это пролетарии и коммунисты, то есть соотношение пролетариев и коммунистов и их взаимосвязь, уже рассмотрим на следующем занятии. Пожалуйста, давайте вопросы или какие-то суждения по поводу первого раздела. Я, для начала, хотел бы немножко все-таки поправить. Поправить что хочешь? Манифест? Не, не манифест, а то, что вы озвучили по поводу труда женского и детского. А, ну-ну-ну, может быть, я нечетко выразился. Этот вопрос в капитале раскрывается и здесь немножко о нем говорится. До сих пор женский труд дешевле мужского. Да, да, да. Да, свежая статистика по Европе, за одинаковую работу женщины за 30% меньше по Европе. Согласен с этой мыслью. И у нас сейчас практика такая, что у нас детский труд используется, но и там, естественно, дети получают гораздо меньше. Да, согласен. Другой вариант, что его законодательно ограничивают, так как самому классу капиталистов, не одним капиталистом, который его использует, а всему классу капиталистов, это невыгодно. И тут тоже, собственно, есть пример, что в Англии сократили рабочий день законодательно. Да, да, есть тут приводится пример, но дело в том, что я уже говорил на предыдущем занятии, что, конечно, мы полностью весь манифест зачитывать не будем. Мы наиболее важны только его положения, которые до сих пор сейчас для нас сохраняют, как бы, важность. И не только важность, а что они приемлемы и сейчас нам дают возможность использовать этот документ для того, чтобы, ну, в борьбе, как бы, в противостоянии пролетариата и буржуазии. Вот так, наверное. Поэтому и приходится какую-то часть, конечно, опускать. А лучше, конечно, чтобы руководствоваться, каждому самому читать этот манифест. Там еще часто критики коммунистов, ну, и манифестов в том числе, упоминают о том, что там сказано про рабов. А хотя рабы были, это особая часть феодального... А, вот так вот, да. ...соответственно, в тот период буржуанной революции не было рабов, а тут они упоминают... Но дело в том, что, как бы, законодательно в буржуазном обществе, да, считается, что по закону все свободны. Но фактически, получается, что, может быть, даже еще хуже, чем положение у наемных рабочих иногда, чем у рабов. Потому что раба, феодалцы или кто там, патриции, все равно вынуждены были кормить в любом случае. А тут, если рабочий не смог продать свою рабочую силу, уже никто его кормить не будет, а ему остается только умирать. Вот это даже еще хуже положение, возможно, в капитализме у рабочего, чем у рабов в рабовладельческом обществе. Для громкого софта просто раб, как раб, используя слово, чтобы усилить эффект. Нет, ну, рабы нам не интересно, это было много лет назад, не интересно. А вот интересный другой вопрос, да, он здесь говорит, что до этого правящий класс, это всегда были меньшинство, и с рабовладельцев тогда меньше, и срабовладельцев тогда меньше. Конечно. Вот, вопрос, вот, когда, если у нас пролетариата, сейчас меньше, чем всех остальных людей, означает ли это, что пока пролетариата у нас не будет большинство? Не понял, что пролетариата меньше, чем остальные? Ну, я не знаю, во всяком случае, давайте так будем рассуждать. Два основных класса в капиталистическом обществе, это буржуазия и пролетариат. Соотношение их значительно, это самое, пролетариат превосходит, чем буржуазия. То есть, в любом случае, раз в 20, раз в 20, если не больше, то есть, количество числа пролетариев больше, чем буржуазии. Но дело в том, что тут еще нужно учитывать, что существуют еще и другие слои населения, кроме пролетариата, особенно промышленного. Есть еще интеллигенция, есть и мелкая буржуазия, которая, в общем-то, не всегда использует наемный труд. Поэтому, так или нет. Ну, смотрите, о чем говорили мишевики, да, в 17-м году, там, 80% населения, это были крестьяне. Ну, да. А вы тут навязывали дикатуру рабочих. Мелкая буржуазия. Ну, сейчас, это мелкая буржуазия. Ну, сколько у нас сейчас рабочих? Ну, 30 миллионов, допустим. Да, но тогда, когда произошла Октябрьская революция, в 17-м году, тогда этих рабочих организованных было у нас, если не ошибаюсь, всего где-то 3-4 миллиона, по-моему, рабочих. Ну, и сейчас их меньше, чем у нас населения всего меньше. Ну, конечно, а сейчас, значит, к сожалению, я не взял, у меня есть кое-какие данные, выписки, но где-то, как минимум, промышленного пролетариата где-то 13-14 миллионов точно есть. Но это не считая пролетариата, который, значит, не промышленный, а в других отраслях экономики трудится. Поэтому где-то около 30-40 миллионов должно быть пролетариата. Ну, у нас, в принципе, если брать всех, кто работает, это около половины населения страны. Так точно. То есть половина страны у нас не работает. То есть не является эксплуатататой. Должны мы листь до этого момента, когда у нас рабочих станет больше, чем всех остальных на 50 плюс 1 процент? Нет, значит, есть такое понятие, Саша, трудящиеся, понимаешь? А есть рабочий класс, это несколько различные понятия. Да диктатура, можно сказать, пролетариата. Да, но диктатура пролетариата. А почему? Ведь Маркс и Ленин, это доказали, что только промышленный пролетариат может составить основу, которая добьется этой социалистической революции. Только на него можно надеяться. Так получается, если власть меньшинства, то опять же власть меньшинства на большинство. Да. Как это не? Власть на революции. Вот, Лидия, не считал столь, товарищи, это самое, не надо уводить в сторону. Значит, поскольку интересы трудящихся в основном совпадают в большинстве своем, в большинстве, в значительном причем, в большинстве с интересами фреда, рабочего класса и пролетариата, поэтому диктатура пролетариата, она будет осуществляться в интересах большинства. Вот, поэтому нельзя так говорить, что это будет в интересах меньшинства. Нет, ну сейчас же работа... Вот, все-таки потому, что здесь ключевой момент... Есть небольшие отличия у различных отрядов трудящихся по сравнению с промышленным пролетариатом, который должен возглавить социалистическую революцию. Есть, конечно, небольшие отличия, но в основном их интересы совпадают.